Привет дружище, меня зовут Шамбо и у нас есть 1000 золотых монет. Что это значит? Вновь отправляемся в монастырь обучаться магии в игре Готика 2. В прошлой серии в целом мы посвятили ее тому, что добывали эту 1000 монет, точнее даже 1007 монет. Продавали оружие, дрались с Альриком на этой арене, так скажем, с незаконными ставками, но об этом никому нельзя рассказывать. Также удалось поговорить с трактирщиком, точнее купить у него информацию, а в этой информации были полезные слухи, где и как можно раздобыть деньги. Также выполнили одно задание для Нагуру и сходили на ферму Акела, там тоже немного подрались. Сейчас 1000 монет уже есть при себе, следовательно можно вновь направиться в монастырь к магам и уже заплатить за их обучение. Кроме того, в таверне есть еще задание, которое почему-то не помечается в списке текучих заданий. Трактирщик мне рассказал, что Лемар, местный расставщик, который дает деньги в долг, обладает книгой, которую он носит при себе. Следовательно, мне нужно эту книгу украсть, и там должны быть долговые расписки. Что с этими расписками потом делать, правда, неизвестно, возможно, придется сходить в верхний квартал, нижний квартал, и там уже взять плату, или же за определенные деньги вернуть. То есть, как бы, за полцены кто-то расстанется со своими долгами, что весьма так же заманчиво, мне кажется. Но об этом не скоро, потому что я по-прежнему не знаю, как не воровать из карманов, не вскрывать замки. И еще, кроме того, нужно увеличить громкость. Визуализация? Нет, не туда. Так, цель на сегодня отправиться к магам, обучиться там магии, в принципе, больше ничего, то есть выполнять уже задание из монастыря. Конечно, можно было полазить по соседним фермам, рядом с Акелом, или отправиться на ферму Онору, но отправимся в монастырь. Продолжим там. Итак, я дошел до монастыря, давайте же расстанемся с тысячей монет. Начнем, так скажем, новую жизнь в монастыре в Ордене Магов Огня. Привет, Педро. Я хочу стать послушником. Ты не принес необходимое приношение. В смысле не принес? Тысяча монет. А, мне овцу же нужно, точно. Хм, овца-овца. Наверное, в Хоринисе можно ее взять у того, кто забивает овец, либо купить у фермера. Ладно, пойдемте за овцой. Итак, я вернулся в Хоринис, вот он парень, который забивает овец. Давайте спасем одну от Алвина. Как твои овцы? Овцы едят и становятся все толще и толще. Прямо как моя жена! Ха-ха-ха-ха! А дай мне... А, у него нельзя. Так, а как мне овцу тогда приобрести? Я помню, что здесь была одна имена, какая-то овца или нет. Или он так про свою жену говорил. Ладно, тогда отправляемся на выход, на ферму кому? К Лобарту. Надеюсь, он мне продаст хотя бы овцу. Ну что ж, Лобарт, продай мне одну овцу. А у кого я должен купить эту овцу или где мне ее взять? У тебя есть еще какая-нибудь работа для меня? Нет, но ты можешь спросить у моей жены или парней на поле. Возможно, им нужна помощь. Хм, странно-странно. Хотя за овцами вроде не Лобарт следит, а какой-то крестьянин вот здесь. Может, у него спросить? Не исключено. Здорово, Малит, продай мне овцу. Загадка на миллион. Как мне взять овцу? Или сходить к какелу? Нет, ну это, конечно, глупая какая-то беготня. Вокруг миллион овец. И ни одну нельзя ни купить, ни что-то с ней сделать. Может, по заданию какая-нибудь специальная овца нужна? Мне нужна овца и огромная сумма золота. Но где купить овцу, не сказано. При этом никто не хочет их продавать. Странно-странно. Отправляемся к Акелу. Что делать? Итак, я добрался до фермы Акела. Давайте же купим эту овцу. Привет, Акел. Кто у тебя следит за овцем? Буду помочь чем-нибудь. Рад помочь, продай мне овцу. Так вот, здесь они сидят на полях. Тут они засеивают, по всей видимости, пшеницей вот эту землю. А у него вообще были овцы? Погодите-ка. Здесь у него опять пшеница. Тут два дурачка ее сеют. На самом деле, на дворе, я помню, он вот жарит и разделывает овец. Откуда он их берет, если их у него нет? Вопрос на миллион. Где найти овцу? Я, конечно, не мог подумать, что самое сложное в поступлении в монастырь будет не собрать тысячу золотых монет, а найти овцу. Может, жена его, Катя, знает, где взять овцу? Привет. Эй! Нет, она также не знает, где взять овцу. Может, мне требуется в условиях дикой природы самостоятельно как-нибудь найти овцу, поймать овцу? Я даже не представляю. Поэтому, что поэтому? Давайте напьемся до дна. Это задание от одного из крестьян с фермы Акела. Он рассказывал о том, что в таверне соревнования по выпивке есть. И нужно будет подменить бутылки джина, которые рухар подмешивают в ее пивку на бутылку с водой. Ладно, отправляемся обратно в таверну. Как-то прям не заладилось. Что-то здесь нечисто. Почему магам огня требуется овца, и никто не хочет ее продавать? Но с другой стороны, логично, тысячу золотых-то каждый может насобирать там торговлей или еще чем. А вот овцу найти, вот это действительно испытание. Так, отправляемся дальше в таверну. Вот таверна. Давайте поменяем джин на воду, и потом устроим соревнование. Хотя нет, даже соревнования не требуется устраивать. Нужно будет потом вернуться на ферму Акелу, и тому крестьянину помочь с деньгами, чтобы он снова посоревновался. Так, я, по-моему, здесь обыскивал уже сундуки. Тут заперто. Я помню, вот здесь я обыскивал что-то и находил воду. Кстати, а где сундук? Где сундук? Вот вопрос. Эта штука не открывается. Здесь, по всей видимости, тоже подходящий ключ. А подходящий ключ как добыть? Украсть у трактирщика или снять комнату? Здорово, крестьянин, крестьянин, крестьянин. Вот он, сундучок. Мне прямо на глазах у всех туда залезть, что ли, надо? Так еще раз, что в тексте задания написано? В таверне можно заключить пари. Рендельф рассказал мне урохари. И состязание, кто больше перепьет. У Рендельфа недостаточно денег, чтобы заключить пари с Рухаром еще раз. Рендельф подозревает Рухара в жульничестве. В состязании. Рендельф хотел бы подменить бутылку джина в сундуке Рухара на бутылку с водой. Рухар, это твой сундук, скажи мне честно? Или не твой? Или вообще сюда можно пройти? Эту дверь никогда не открыть. Ладно, давайте поспи, может Рухар ляжет спать, и потом удастся поменять эту бутылку. Сколько ты берешь за комнату? Ты платишь 50 золотых монет в неделю, и комната твоя. Ты что, с ума сошел? Ну, в принципе, мне нужно где-то найти асферическую овцу в вакууме, давайте заплатим. Хорошо, вот золото. А вот ключ. Комната находится вверх по лестнице. Но не загать ее и не забывай платить ренту вовремя, понятно? Понятно, понятно, мне нужно просто поспать и потом подменить Винджин на воду. Кроме того, он не сказал, какая именно моя комната. Я надеюсь, он мне дал ключ, которому я смогу открыть все комнаты. Откроешься? Да, открывается. А следующая? Пойди туда, сделай это. Отлично. Аккуратно. Я не умею открывать замки отмычкой. Естественно, кто ж умеет. Ну ладно, мензурку и тарелку я сворую. Вот здесь есть тарелка, почему я не могу ее своровать? Вот так теперь могу. Так, здесь нету, собственно, ничего больше. Только сундук опять, который мне не взломать. Я полностью с тобой согласен. Так, здесь сундук можно сломать? Можно. А здесь есть джин. Забираем его, жареное мясо. Меч тоже подойдет. Отмычка. И нужно, наверное, в этот сундук положить воду. А у меня вода есть-то. Это не секрет. Да, вода. Аж девять штук. Так, готово. Кровать. Аквамарин. Косяк болотной травы. Неплохая такая комната. Я не умею открывать замки отмычкой. А вот этот сундук заперт. Я сам не лучшая. Зелье заберем. И давайте поспим до полуночи. Может, вообще нужно взломать и менять воду в третьем сундуке, который около руха растает. Ему стоило сто раз... До полуночи. Заодно и здоровье восстановлено. Итак, смотрим, кто здесь ночью лазит. Это не удивляет меня. А что? Никто не хочет спать, ложиться. Или полночи? Это для вас не полночи. Непонятно. Это еще не все. Поверь мне. А вот рухара нет. Куда он делся? Может, он как раз вот в этой второй комнате? Если это так, это весьма неудобно. Ладно, попробую сейчас подкрасться к этому сундуку. Никто ж меня не видит. Я застаивал, что ему лучше знать. Тихо, незаметно. Ему стоило сто раз подумать. На меня смотрит трактирщик. Это не новость. Я смотрю на сундук. Надеюсь, мы друг друга не увидим слишком... Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Да мне нужно вот в этот сундук заклинуть. Надеюсь, вы не будете против. Да нет, не заорал никто. То есть, все в порядке, нормально. Так, а ей надо проверить. Может, рухар вообще спит в другой комнате. И там у него лежит джин. А может, у него вообще несколько нэчик. Кто его знает? Так, здесь рухара нету. Тут... Тут никто не спит, никого нету. Я даже не знал. Здесь... Может, он валяется где-нибудь в углу? Нет. Здесь тоже рухара нет. Соответственно, если... Не требовалось взламывать замок, то вода заменена. Точнее, джин на воду. И все в порядке. Он сам бы никогда не додумался. Он думает, это так просто. Ты действительно веришь в это? Нет, здесь про конкурс выпивки разговора нет. Поэтому давайте поспим до утра и вернемся на ферму Акела и расскажем нашему кому? Рэндольфу о том, что можно попробовать еще посоревноваться. Никто ничего не хочет. Здравствуй, Рэндольф. У меня для тебя есть хорошие новости. А у меня хороших новостей для... Я вот теперь в полном замешательстве. Абсолютно полном. Мне что нужно было теперь поговорить с этим рухаром? Неужели в таверне? И вообще, это задание я выполнял с той задумкой, что Рэндольф на радостях мне от победы в этом соревновании даст овцу. Ну не знаю, откуда-нибудь возьмет. Скажет, что у него брата была овца. Вот забирай и иди с ней куда-нибудь. Да уж, прям загадка века. Я сейчас, конечно, попробую сходить в таверну, поговорить с рухаром, если можно с ним посоревноваться, посоревнуемся. Если нет, я на текущий момент не знаю, как это задание выполняется. И затем будем смотреть на других фермах. Возможно, там продают овец. Итак, я добрался до таверны. И что же, рухар, скажешь по поводу есть у вас тут соревнования или нет? Давай я тебе сказать не могу. Что ты делаешь здесь? Еще несколько недель назад вкалывал, как раб на ферме Анара. Но однажды я понял, что больше так не выдержу и сбежал оттуда. Теперь я сам себе хозяин. Все, что принадлежит мне, находится в этом сундуке. И больше мне ничего не нужно. Не хочешь посостязаться со мной? Вот. Значит, можно с тобой постичь состязаться. Кстати, а что-нибудь случилось? Ты не видел, там в сундуке ничего не пропало? Ничего интересного не произошло? Ничего такого, о чем бы я стал. Никто ничего мне не рассказывает. А вот это замечательно. А что это за состязание? Я называю это пей до дна. Правило очень просто. Мы по очереди заказываем по кружке этого превосходного пива, которое предлагает этот старый чудак. Каждую кружку нужно сушить до дна, так, чтобы стол остался сухим, если ее перевернуть вверх дном. Выигрывает тот, кто дольше сможет держаться на ногах. Проигравший оплачивает пиво и ставку. Ну, как тебе это? Может быть позже, когда я не буду так торопиться. Какая беспечность. Могу я поставить на кого-нибудь еще? Конечно. Если ты найдешь кого-нибудь, у кого хватит смелости и повериться со мной силами, я приму твою ставку. Все кладут одинаковые ставки в горшок. Победитель забирает все. Размер ставки зависит только от размера твоего кошелька. Приведи мне кого-нибудь, кто осмелится повериться со мной силами, и я приму твою ставку. Я очень надеюсь, что Рендаль сможет тебя перепить. Будем играть потому что по-крупному. Я нашел человека, который хочет сразиться с тобой. Кто это? Рэндальф. Я полностью согласен. Рэндальф Хвостун? Ну, хорошо. Почему вы и мне? Пришли этого слезняка ко мне и сделай ставку. Ты можешь высоветить его еще раз не раньше, чем через два дня. Кто знает, может, тебе повезет, и он успеет протрезвяй, если все будет какова твоя ставка? Тысяча. Ну, тысяча нельзя, значит, сто монет. Сто? Вот это уже мне нравится. Опять то же самое. Я возьму твою ставку и подержу ее у себя, пока состязание не будет докончено. Хорошо? Да вообще без проблем. Если что, я надеюсь, что ты из ставки будешь и свое золото хранить в сундуке, я в случае чего его заберу. Вот моя ставка. Хорошо. Но только не тяни. Приведи Рэндольфа побыстрее. Слышь! Отправляемся вновь на ферму Акила. В этой серии столько бесполезного беготня у меня было. Просто ужас. Я даже не знал об этом. Привет, Рэндольф, это снова я. Пойдем напиваться? Сколько денег тебе нужно для этого состязания? Десять золотых. Я дам тебе деньги, чтобы ты сразился с Рухаром. Правда? Огромное спасибо. Я скоро верну их тебе. Если я смогу победить, я даже верну тебе их с процентами. Еще увидимся. Только не говори, что ты так медленно будешь идти до таверны. Рэндольф, пожалуйста, не издевайся. давай ты побежишь туда. Может как-нибудь тебя подтолкнуть. Нет, он будет так неспешно идти. Так, а ты чего, куда пошел? Или он не хочет срезать, как я иду? Мне, его еще и охранять нужно? Вдруг он куда-нибудь не туда пойдет, его сожрут волки. Рэндольф, какой же ты медленный. Ты куда попер? Че смысл? Тут тоже есть путь к таверне? А как он проходит? Так, он какой-то мне секретный путь планирует показать? Он хочет через гоблинов пойти? Ты что, с ума сошел? Они же тебя сожрут. Да, вот там аж три гоблина. Черт, этого дурачка еще защищать. Иди сюда, грязная тварь. Упс. Рэндольф, спасай. Они очень быстрые. Я с такими соперниками быстрыми не умею сражаться. Они очень сильно вокруг меня крутятся, я отвлекаю от их бить. Кстати, этот Рэндольф неплохо так дерется. Эй, я его прикончу. Да, молодец, я просто на отвлечении работал. А гоблины слишком верткие, я просто не успеваю с ними. Подожди минутку. Да иди идти. Ты сам можешь за себя оказывается постоять. Я не ожидал такого. Так, а что или костер? Костер, синяя бузина, больше ничего. Так, ну ладно. Полевой хищник. Убери оружие! Эй, ты не такой тупой, как кажешься. Давай иди уже в свою таверну и напивайся там. Ну чего ты встал? Вот я отойду, если я тебя смущаю. может ты планируешь пойти куда-нибудь? Ох, Рэндольф, Рэндольф. Кашто у гоблинов пять монет. У тебя еще пять монет. А этот был пустой, поэтому я не осматривал остальных. Так, наконец-то Рэндольф решил пойти. Но он каким-то очень странным маршрутом идет. грязная тварь. Ладно, пойдемте посмотрим, кого он в этот раз может одолеть. Так, вот здесь мне кажется ему стоит помочь. Или не стоит. Он сам справится. покажи этим тварям, где раки зимуют. нет, у него уже половина здоровья осталась. будешь зелить? Нет, не пьет зелий и продолжает сражаться. Так, где полевой хищник? Я ничего не понимаю, что происходит. Так, Рэндольфа мне не надо бить. Твой хищник заблокировал. Покажи этим тварям, где раки зимуют. я его ударил, кажется. Вообще очень сумбурно. Очень и очень сумбурно. Алтарин нас. Супер. Так, а ты сильно ранен? Да он чуть ли не умирает. А мне нужно будет его защищать. Давайте выпьем зелье. Полностью восстановим здоровье. и пойдем наперед. Так, что это огненная крапива? Зачем он по этой дороге пошел? Он вообще по этой дороге мог подойти сам живой? Если бы я его например не сопровождал. Да верно, здрасте. Зачем такой круг нарезать? Иди сюда, грязный иди ты труп? Стой на месте, никаких тебе грязных тварей. Рэндальф, стой. С кем ты хочешь биться? Нет. Не надо ни с кем биться. Кровавая муха, смотри, я пришел. Не трогай Рэндальфа. Рэндальфа не трогай, атакуй меня. Атакуй меня, муха. Вот он, я с тобой дерусь. Так, надо вторую еще на себя отвлекить. Обе меня атакуйте. Сейчас я сам Рэндальфа ударю. Как он меня достал. Как он меня достал. Так, мухи за мной смотрят? Или за Рэндальфа? Так, вроде, хрен пойми, кого кто атакует. Отлично, одну муху уработал. Так, сейчас Рэндальф может помереть, что он загипнотизирован мухой? Ладно, я тогда сам подстрелю. Эй, я его прикончу. Да, я сейчас сам тебе прикончу, ты меня достал. Дайте ему денег, сопроводите его до таверны. Иди сюда, грязная двана. Ты с кем хоть ты сейчас помрешь? Супер, он погиб. Он погиб, этот идиот. Я сейчас по всей видимости тоже погибну, но я умнее, я не умнее, я тоже погибаю. Да уж, у меня слов нет. Итак, давайте зачистим путь для Рэндальфа, чтобы ни одна грязная тварь ему здесь не мешала. Пока я к нему не пошел, нужно здесь осмотреть все и всех грязных тварей победить. Потому что наш Рэндальф любит драться с кем попало непонятно зачем. Я вижу здесь мухи, впереди полевые хищники, крысок, роты. Я не знаю сколько по времени займет. Возможно всю эту серию я буду заниматься как раз таки этой ерундой. Я хотел найти овцу, даже я не хотел искать овцу, я хотел просто стать магом огня, пойти обучаться магии. Но мне нужно найти овцу, где искать овцу. Я этих проклятых овец продавать. Ну давайте теперь выместим всю ярость и злость на этих мухах, полевых хищниках. Я еще пытаюсь понять, сильнее мой молот бьет, чем меч или нет. Ну хватит уже крушить. готово, с мохами я расправился. Теперь полевой хищник. Мне кажется, еще молот как-то медленнее работает, меч, но по крайней мере молота мне не так удобно, поэтому я обратно нет, не меч альрика, волчий зуб возьму и буду им сражаться. Так, по одному подходим. Я говорю по одному. да вот так это правильно. Здравствуйте. Готово. Следующий. отлично, еще новый уровень получили. Вот крысокротов, я не знаю, стоит убивать или не стоит, но крысокроты вроде не такие мощные, не смогут, я думаю, уничтожить нашего дурачка Рэндальфа. так, по одному по одному. Отлично, идешь-ка достань меч. готово. Готово. И вроде последний остался полевой хищник. гоблинов же я оставлю для нашего Рэндальфа, пусть он с ними бьется. Они слишком быстры для меня соперники. Да, иди сюда. Ну, хватит. А, нет, там еще полевой хищник есть. Ладно, пони-ка. Ай. Так, готово. И последний же остался. Так, вроде один. Ох уж этот Рэндальф. Эй, полевой хищник, иди сюда. Отлично, теперь можно и исцелиться. Предлагаю это сделать с помощью нет. Я думал исцеление средних ран лечит где-то единиц сто. Но нет, оно лечит больше. Поэтому одно зелье пошло и немножко мясо съедим. Думаю, такого количества здоровья достаточно. А теперь нужно дико пробежать мимо гоблинов. Забрать, конечно же, огненную крапиву. Тут посмотреть, может, что припрятано или не найти ничего. И отправиться за Рэндальфом. А гоблины я надеюсь за мной побегут. Что это? Еще крапива. Трава. Крапива. Эта трава такая незаметная. Вроде она здесь растет среди травы и вроде ее не видно. гоблины. Здорово, гоблины, бежим за мной. Да-да-да. Если не хотите бежать, можете оставаться. Вроде не бегут. Ну, это их право, я им предлагал пойти со мной, но они не хотят. Хотя погодите-ка, слышу, кто-то орет у меня за спиной. Нет. Я ошибся. Рэндальф, пошли-ка снова пить в таверне. Сколько денег тебе нужно для этого состязания? Десять золотых. Я дам тебе деньги, чтобы ты сразился с Рухаром. Правда? Огромное спасибо. Я скоро верну их тебе. Если я смогу победить, я даже верну тебе их с процентами. Еще увидимся. Да, я надеюсь, мы увидимся сегодня. Как же ты медленно передвигаешься. Акел, вот скажи мне, честно, почему у тебя работает такой медленный фермер? Почему ты на меня не смотришь? Я с тобой разговариваю. Почему у тебя работает такой медленный неспешный фермер? Мне кажется, именно поэтому вот это поле не засеяно. Посмотри, вот как он идет. Если он так идет, он так и работает. Хотя погодите-ка, мне кажется, это поле уже убрано и вот эти вот тюки как раз этого поля. Хотя кто знает. Итак, продолжим сопровождать нашего неспешного Рэндальфа. Осматривая по сторонам может найдем какую-нибудь травку. А с гоблинами Рэндальф будет биться сам синяя бузина. Еще синяя бузина. Вот здесь около дерева в принципе ничего не видно. Я стою в этих листьях, а тут куча травы. Вперед пройти я не решусь, потому что я не хочу свалиться. А тут можно свалиться или нет? Скорее всего можно свалиться, скатиться, упасть, разбиться и помереть. Гоблины, давайте за мной. Да, с вами Рэндальф разберется, он быстро. Я не могу за такими быстрыми соперниками уследить. Куда? Почему я не сохранялся? Я вот не знаю, он там живой или как? Куда он там навернулся? Ох уж этот Рэндальф. Так, и вон, только не говорите, что он сделает обратно крюк на ферму и тем же маршрутом сюда пойдет. Я надеюсь, что это не так, потому что как же я с тобой намучился, дурачина. по той дороге можно просто прямо дойти до таверны, но нет. Здравствуйте, гоблин! А вы откуда и куда и зачем сюда бежите? Не знаю, убежал. Вот почему Рэндальф так не может бегать? Ладно, идемте на его поиски. Он же четко по дороге будет возвращаться. Так, как по дороге да. Вот здесь правда его не видать. Ох, это очень-очень муторный квест. Так, стоп. А куда он делся? Ну, вроде здесь где-то шел. Сейчас я буду его искать еще полчаса. Он вроде свалился вот сюда вниз. А, возможно, он в правильном направлении пошел. Но это не точно. Загадочное молчание. Я пытаюсь понять, сюда ли пошел Рэндальф. Да, уж доставил ты мне проблем. Теперь мне нужно быть поосторожнее с Рухаром. Почему? Пока он устраивает здесь это свое состязание, лучше, чтобы никто посторонний не знал о нем. Это плохо для бизнеса. Понимаешь? Ничего не понял, что произошло. Рухара перепили или как? Вот они пьют. Рухар, ты пьешь? Да, он пьет. Рэндальф, ты пьешь? Он пьет. Надо, наверное, дождаться, пока кто-то из них свалится. Ну, давайте будем наблюдать, как они пьют. Так, какая бутылка уже пошла, не знаю. Может, мне присесть, вообще посидеть, подождать, посмотреть. Конечно, не самое лучшее место для обзора. А я здесь столик поближе. Да, вот сюда сесть и смотреть. Смотреть стены, гениально. Так, если я нормально развернусь, буду смотреть в эту сторону, но не на похлебку. Меня же потом убьют, если я все это возьму. Как же сложно сесть и посмотреть на соревнования. Он сам бы никогда не додумался. Не знаю. Я попытался сесть на эту порядку, игра немного задумалась. Так, ну, сколько вы будете пить? понятия не имею, скажи мне. Это было всегда очевидно. Опять то же самое. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Рухар вроде держится, Рэндольф тоже вроде держится, Орланд правда на меня наорал непонятно почему и зачем. Может с тобой как-нибудь можно поговорить? погоди-ка. Как дела в таверне? Бывало и лучше. Люди нынче не так охотно развязывают свои кошельки, как это было раньше. Ты просто послушай. Ну и ладно. Он сам бы никогда не так и сколько вы будете еще пить? Я тоже так считаю. Нет, они пьют без остановки. У меня может в ни задании что-то изменилось. Пари заключено. я должен наблюдать за этим. Итак, сейчас 11.59. Они наверное уже где-то минут 20 пьют. Ну сколько могут они пить? Ну максимум часок. Хотя нет, какой часок? Без остановки же им надо пить. учиться учиться. Это действительно правда. Никому это не интересно. Рэндальф пей. Я полностью с тобой согласен. Скажи мне, что это не так. Вроде никто не валится. Может мне просто нужно было взять заклинание сон где-нибудь сесть в углу и усыпить рухара, чтобы он как бы во время этого соревнования вырубился и больше никаких проблем не было. Ну что-то пока ничего интересного не происходит. Они пьют, 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 пьют. Да я тоже так не смог. Уже 13 минут прошло, как они пьют. Они весь день так планируют? Хм. да уж никто ничего не хочет знать. Ну давайте уже рухните кто-нибудь. Эх, На оболчение нельзя положиться. Мы должны защищать себя сами. Сыграл бы ты что-нибудь веселое или спел. Ладно, пока не пьют, я пожарю тут мясо, увидел плиту. Хоть что-то полезное сделаю. ему стоило не говори, что ты не знал этого. Тоже мне большое дело. У меня было сколько кусков, по-моему, либо 10, либо 11. Сырое мясо я не ел. Пока ничего не происходит на фоне, то есть я слушаю вроде никаких криков или разговоров, что кто-то проиграл упал, нету. Может, я как-то напортачил и вовремя не пришел и, соответственно, квест не начался. И как я это сделаю? Они до сих пор пьют. Уже прошло 34 минуты, они пьют без остановки. Я вот даже не знаю, давайте поспим до полудня. полдень же начнется наверное побыстрее, чем они рухнут. Откройся дверь. Так, пробуем спать. Спать до полудня. Вы хорошо отдохнули. Замечательно. Сколько время сейчас? А время 12.00. То есть я, наверное, проспал со стезаней. Нет, они пьют. Они уже получается несколько дней пьют. Это действительно так? все будет по-другому. Эй, ты! Это не удивляет меня. Мне кажется, все-таки это задание забаговалось у меня как-то, но сколько можно пить? Потому что уже день прошел, и они по-прежнему до сих пор пьют. А я, пожалуй, перезагружусь и доведу Рэндальфа до сюда безопасно, потом продолжим. Итак, посмотрим, какой величивый господин направляется в таверну, как размерная и важная его походка. Он однозначно успешный предприниматель, бизнесмен, торговец. Знатный господин направляется после тяжелого рабочего дня выпить, поучаствовать в состязании и пить до дна. Сколько же проблем доставило зачистить ему путь, сколько времени на это было потрачено, и, надеюсь, в этот раз все пройдет гладко, потому что господин должен быть пьян, хотя нет, он должен выиграть в этом состязании. Если он не победит, я еще потеряю сто золотых монет, чего бы мне совершенно не хотелось, помимо той потери времени, которая уже произошла. Иди сюда, грязная тварь. Вот ты там нашел. Да что ж это такое? Я в шоке. Эй, я его прикончил. Ты меня прикончил, ты мне весь мозг мой прикончил, Рэндальф. Если б я только знал, что это задание так выполняется, я бы просто отправился на другие фермы искать свою бедную овцу. ты мне хочешь сказать, что ты отсюда никогда в жизни не выйдешь? Да, возможно, он именно это и хочет мне сказать. О, да. Ну, давай, давай, у тебя уже получилось, давай, я тебя подтолкну. если бы он сейчас застрял в этих перилах, это была бы очередная потеря в потере. Так, стоять. Вот мы идем, идем, идем. Да, уж доставил ты мне проблем. Теперь мне нужно быть поосторожнее с Рухаром. Почему? Пока он устраивает здесь это свое состязание, лучше, чтобы никто посторонний не знал о нем. Это плохо для бизнеса, понимаешь? Нет, я не понимаю. И теперь я хочу понять, сколько длится это состязание. Вот они пришли и начинают пить. Итак, засекаем время. 11.54. Это 14-й день. Так, вторая бутылка пошла. Я, пожалуй, вернусь, когда все закончится. А сам просто за этим понаблюдаю, потому что я не знаю, как долго это будет длиться. Итак, прямое включение с невероятного чемпионата. Рэндольф против Рухара. Финал турнира выпей до дона. Я где-то минут 15 или 10 просто сидел и смотрел, как они пьют, пьют и пьют. Потом я отправился спать. Я поспал до утра, сейчас 15-й день, 8 часов утра. Они по-прежнему пьют. А, Рэндольф, что вы скажете по этому поводу? Они членораздельное мычание. Рухар, а вы что ответите на эту красноречивую цитату? А 0 еще? Ммм, они продолжают. Может, я не знаю, сколько потребуется времени, чтобы эти оба свалились. Но, по всей видимости, наша прямая трансляция заставляет наших зрителей падать во время этого просмотра от бессилия, от безумия, сколько это может длиться. Ладно, как только они завалятся, я продолжу. 16-й день утра, 8 часов утра. Посмотрим, что же с нашими алкоголиками. Они по-прежнему пьют? Или все это закончилось? У меня появляются смутные подозрения, не просто так трактирщик сдает комнату на неделю. Да, они по-прежнему пьют. Рухар, ты жив? Да, жив. А, Рэндольф, ты держишься? Хм, Орлан, у тебя есть поэтому вот ты где это плохой бизнес. Я ждал тебя. Что случилось? Состязание кто кого перепьет. Наконец-то закончилось. Кто победил? На этот раз, Рэндольф. Рухару нынче не повезло. Я надеюсь, это было в последний раз. Я не хочу, чтобы подобное повторялось в моем доме. Заруби это у себя на носу. Они пили примерно два дня без остановки. Мне кажется, все запасы Орлана были уничтожены. Я бы на его месте тоже не хотел, чтобы это повторялось. Так, Рухар, ты живой? Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Вот твои деньги. И больше я ни славы не скажу. Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Я еще поквитаюсь с тобой. Ты в этом уверен? Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Я еще поквитаюсь с тобой. Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Я еще поквитаюсь с тобой. Так, а если я сяду на лавку, я могу с ним поговорить? Нет, это уже используется. Так, стоп, нужно найти Рэндальфа и пусть он мне подарит овцу. Это единственное, что я хочу от него получить. Он уже, наверное, далеко ушел. Теперь нужно его нагнать. Надеюсь, это у меня получится. Каким он путем пошел. Наверное, как и обычно. Нет, но это состязание просто невероятное. Невероятное по накалу, по драматизму. Интересно, а кто-нибудь полностью его просматривал? или все просто отчаивались и считали, что задание зависло и уходили дальше? Вот в чем вопрос. Кстати, а Рэндальф вообще в состоянии дойти до своей фермы? Да, он уже на месте, как-то быстро. Здорово, Рэндальф. Эй, ты! Похмелье? Нет, я чувствую себя отлично, правда. Все наконец получилось. Спасибо еще раз за деньги. Вот, получи их назад. Похоже, Рухар нескоро еще оправится после этого. Конечно, вы два дня пили. Ну, подари мне овцу, пожалуйста. Нет, не хочет мне дарить овцу. Где же найти овцу? Давайте с Ларесом отправимся к Онору. Может, хотя бы у Онора продается овца, потому что где находятся другие фермы, я просто не представляю, это будет последнее, что сделаем на сегодня. Пойдем с нашим другом Ларесом Коннору и будь что будет, будет там овца, будет замечательно, если нет, я не знаю, где найти эту проклятую овцу. Так, сейчас пойдемте с Ларесом на ферму. У меня есть подозрение, что придя на ферму, Ларес начнет меня учить карманной краже или, например, злому замков. Эй, ты! Хорошо, пошли. Пошли. Иди за мной. Ну, ты хотя бы бегаешь, в отличие от Рэндальфа. Это уже обнадеживает и радует. Кстати, он бегает быстрее меня, что ли? Нет, одинаковой скорости, хотя вот если одолять камеру, кажется, что он даже быстрее, чем я бегаю. Или нет? Вот не понимаю, немного дистанция порой кажется, что увеличивается. Очень хорошо, что Ларес мне, в принципе, предложил дойти до другого фермера, который устроил восстание. Потому что я не знаю, где вообще фермеры находятся. А покупать карту, опять же, за 250 монет, я считаю, это расточительство. Так, надо подальше от Бальтрама держаться, его не знаю, кто он вообще такой. Никакие посылки не должен ему приносить. Так, Ларес, куда ты поворачиваешь? Так, в эту сторону, окей. Вот я не знаю, зачем я Микки тогда 10 монет отдал. Он вообще ничего не делает, отказался меня сопровождать по лесам, ни с кем не помог, просто получил десятку и стоит дальше на перекрестке, руки в бок и смотрит вдаль. Вот хороша у него жизнь. Надеюсь, это не очень долгий путь будет, хотя, почему не очень долгий? Я отходил довольно далеко от Хориниса и ни разу не находил эту ферму. Значит, она где-то далеко расположена, но это, в принципе, логично, если подняли восстание, а ферма была бы в двух шагах от Хориниса. Я думаю, паладины всей дружной компании туда заявились, начистили бы морду этим фермерам, наемникам, да и всем, кто там находился и снова пошли по своим делам. Так, но пока путь четко как на таверну. Вот интересно, при пути туда я пересеку владение ландлорда, а то, может, Ларес мне поможет разобраться с этими бандитами, с Декстером, почему они вообще решили меня напасть, объявить меня в розыск. Я сейчас уж точно никого не смогу одолеть. Тех же мух, гоблинов, полевых хищников весьма-весьма с трудом побеждаю. Так, теперь идем прям по пути, который ведет на ферму Акела. Или здесь куда-нибудь повернуть нужно? Пришли. Что ж, оставшуюся часть пути ты сможешь пройти сам. А мне нужно возвращаться в город. В смысле? Просто пойдешь по этой дороге. Но помни, сумей постоять за себя, не нарушай закон и все будет в порядке. Эй, подожди минутку. Я думал, ты меня до фермы доведешь. Я так бы и сам смог пройти. Ну, Ларес, ну ты подставил меня идти по этой дороге. Эта дорога ведет в Хаоринис, это ведет к Лэндлорду. Ну что ж, отправимся по этой дороге к Лэндлорду. Берем лук, чтобы высматривать соперников. А, я по этой дороге в принципе так дошел. Здесь был охотник Драгомир. А вот дальше я не пошел, не знаю почему. Если там будут какие-то сильные соперники, я просто не знаю, где брать эту черту овцу. Но мне не хотелось бы вступать в паладина. Так, я вижу ягоды. Я вижу ягоды и пока все спокойно. Вот Ларес подставил заразу. Я такого не ожидал от него. Думал, придем, он меня там познакомит со всеми, скажет. Вот мой друган, мы в долине рудников с ним такие дела проворачивали. На он нет. Говорят, иди дальше сам. А дальше здесь волки. Ну, с волками я справлюсь. А вот здесь, если оглядеться, есть кто еще опасный. Так, тут падение в бездну будет, а тут волки. Ладно, подеремся. Еще пару шкур добуду. Давайте вы по одному все же нападете. Ну, самый дерзкий волк, иди сюда. тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Или вы принципиально по двое нападаете? Алло. Да, они принципиально по двое нападают, как я понимаю. Ладно, ну, идите уже сюда. У меня полное здоровье, я справлюсь. Хватит скалиться, давайте драться. А, это одноударные волки. Слабенькие, молодые. Проблем лишь в том, что они напрыгивают. Там ничего нет. Да, ты уже все собрал. Что это? Лесная ягода. Надо повнимательнее смотреть на эти кусты, вдруг на этом кусте окажется гоблинская ягода. Вот она бы мне не повредила. Так, снова лук. Говорю, снова лук. Гоблин, гоблин, гоблин. И че они там тусят так? Ладно, а это что, Иннос? Да это алтарь Иннос, но какой-то он странный. Поломанный что ли? Лечебный корень. Извиняй, Иннос, но это мне нужнее. Вижу, у тебя стоит еще пища рудакопа и зелец. Иннос, статуя и тебе без этого и так неплохо. Так, гоблины. Когда я зачищал путь для Рэндальфа, я их одолел, но они не такие уж сильные, они нездоровые, но они очень напрягают тем, что мельтешат и атакуют со всех сторон. Главное по ним успевать попадать и проблем не будет. Хотя вот сейчас у меня проблемы. Они меня закружили. Они меня отвратительно закружили, мне нужно бежать. Отстаньте от меня. Нет, они еще орут. А духом? Тишина? Точно. А, ладно. пьем зелье. 70 лечит. А сколько у меня потеряно здоровье? Потеряно здоровье, да, у меня практически сотка потеряно. Тогда уж лечебный экстракт выпью и поем мясо. Забыл я его пожарить. Окорок 20. Неплохо. Тогда чтобы мне поесть? Пищу рудакоп уху. Ну, да, выпью тогда водички. Итак, попытка номер два одолеть этих гоблинов. В прошлый раз они либо послабее были, или даже не знаю. на мосту я как-то быстро с ними разобрался. Раз, два, крит, 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 и гоблины побеждены, я там даже половину здоровья не потерял. А тут они меня меня, во-первых, закружили, во-вторых, критов не было. Эй, парни, идите сюда. Вот, отлично, первый повержен. Ты попадешь ты уже наконец. нет. Когда один на один с ним гораздо проще сражаться. Только он в меня еще бежит и я по нему попасть в упор почему-то не могу порой. Готово. Сколько я здоровья на это потратил? На каких-то гоблинов столько тратить здоровья. Это совсем не хорошо. Так и давайте снова попьем зелье. Надеюсь я больше никого опасного не встречу. Полевые хищники, я вас трогать не буду, извините. Я иду на ферму. Я не знаю правда где она расположена, но где-то впереди всякое что-то должно быть. Я с вами потом разберусь. Кровавая муха. Также я не буду на муху заострять внимание. я хочу получить свою бедную несчастную овцу или хотя бы убедиться что на этой ферме овцу также не купить волки. Мухи вы меня будете атаковать сейчас? И закончить на этом что я не знаю чем заниматься дальше. Где искать справедливость и овец. Давайте вы еще меня сожрете. а так и будет ведь практически. Я был близок к провалу. Инос благослови меня бесплатно пожалуйста чтобы я нашел овцу пожалуйста Инос прошу тебя дай мне овцу я даже дам тебе 50 монет которые ладно я дам тебе 100 монет которые я заработал на состязание алкашей пожалуйста пошли мне овцу Инос будь справедлив чего Инос меня слышит то есть можно деньги так переплавлять в силу Я честно говоря ожидал эффекта исцеления если на то пошло но он мне дал просто прибавку к силе великолепно так это уже что-то значит это значит что я найду овцу мне кажется выпили зелье продолжаем путь ни на кого внимания не обращаем если никто на меня внимания не обращает тоже хотя они на меня очень сильно обращают внимание и они за мной гонятся ешкин кот вот это я дорвался так а вы плавать умеете да они умеют плавать в чем бы им не плавать может я от них смогу оторваться хотя бы по воде ну сейчас бы самое то приплыть каким нибудь шныгом чтобы те меня просто сожрали не знаю вот от меня отстали эти нет они плывут они за мной плывут ладно давайте сделаем так я заплыву куда-нибудь сюда а развернусь и поплыву обратно мне нужно было все-таки их одолеть главное чтобы здесь никакого водопада не было тогда плывите за мной а сейчас я поплыву от вас у вороты у вороты у вороты все я быстрее чем падальщики плыву это меня радует хотя бы что-то должно меня радовать только правда вот я не понял где мне здесь вылезти из этой воды надо было все-таки с ними подраться но я решил пропустить и сделал ошибку они на меня напали да здесь еще какая-то повозка разбита а вот наверху кажется домик домик наверное фермер так надо быстро выйти из воды встретить кротокрыса который еще за ногу будет кусать еще встретить шныга который наверное за мной все отстаньте от меня я бегу я бегу я бегу в сторону домика отстаньте от меня да орите там что вы неудачники не можете меня догнать я здесь на холме видел дом я надеюсь что это проклятая ферма онора или кого-то там так ты кто разбойник крыса здравствуйте что-то в этой серии со мной не заладилось что-то пошло не так здравствуй каменный голем но здесь домик где-то видел наверху так вот понять бы где вот ларес меня подставил или я не домик видео ладно сохранюсь попробую пройти куда пройти к шнегу я не пройду всяко с разбойником поговорить это я иду к ландлорду это мне сюда это я иду в этой серии в этой серии